Так, всем доброе утро! Спасибо, что все мы здесь собрались. Сегодня у нас необычная встреча и такой необычный день, когда мы завершаем ретрит лекции с гостем, который приехал для того, чтобы беседовать со Светланой на тему прана, это не про еду. Разговор двух людей, которые знают, что такое прана на своем личном опыте. И небольшая будет, наверное, сам презентация, будет здорово, если Гастон расскажет о себе немного, потому что про Светланова, конечно, знаем, ее опыт личный. И после этого можно будет приступить к беседе. Вы уже знаете о Светланове, знаете о ее экспертах, потому что мы знаем, что вы воспринимаете прана на тему прана. Таким образом, представьте себя, и затем мы начнем поговорим. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Спасибо вам большое за эту возможность. Это невероятно доброе утро! Я очень рада, что вы тоже интересуетесь, как любить ваше тело и как быть соединенной с собой. Немного, пару слов о себе. Я из Аргентины, но живу во Франции. И живу в Европе последние 20 лет. Я никогда не искал что-то поменять с точки зрения потребления еды в моей жизни. Никогда не стремился к этому. Что случилось со мной? 20 лет назад у меня было очень много эмоциональных эмоций, таких как разочарование и очень много злости. Я не знала, как с ними разбираться с этими эмоциями. Было настолько тяжело для меня, я хотел бороться с людьми, хотел ударять людей даже. Я понял, что мне нужно самому справиться со своими эмоциями, чтобы не разрушать людей и не причинить никому боль или вред, который вокруг меня. Я начал с осознанностью изучать, как чувствовать эти эмоции. Я начал изучать, что же здесь происходит и что я могу с этим сделать, чтобы гармонизировать мою систему. Я научился как любить эти эмоции, как их принимать к себе, как их обнимать внутри своего тела. Я обнаружил, что внутри меня очень много маленьких гастонов. Один из них хотел любви, один хотел внимания, один хотел, чтобы о нем позаботились. И когда я начал быть таким скромным и принимающим эти маленькие части внутри, которые искали что-то снаружи, и вся система начала расслабляться и балансироваться. И однажды все эти части тела сказали, что хватит есть. И я обнаружил тот самый путь, где я очень внимательно слышал свое тело. Я люблю очень свое тело. И я очень рад, что мое тело, оно вот здесь, в этом путешествии, в этом измерении. Изначально я вообще подумал, что я заболела, потому что мое тело больше не хотело принимать еду. И потом в интернете я обнаружил людей, которые живут вот как Светлана. И вот в его случае это был Жасмухин и документальный фильм, который вы наверное смотрели. И я был очень счастлив, и мой тело сказал, что да, 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 конечно, давай с тобой изучим, как потреблять энергию другим способом, не через еду. И я думаю, что благодаря тому, что я целых девять лет работал с эмоциями, интегрировал их, и мои трансформации были очень мягкие. И я делал это в доме, в доме, с книгом Жасмухина «21 дней для трансформации». И вот 21 день по книге Жасмухина сделал один дома. И потом тело начало меняться. Я поменялась тела. Я началась быть тонкой, легче. И тело меняло, стало более стройным, более тонким, стал чувствовать себя легче. И тело начало спрашивать больше спорта, а он начал делать акробатику и заниматься. И в общем это привело к тому, что он начал обучать вот этой методике, делиться этой методике в нескольких странах на многих языках. Тринадцать стран, пять языков. Тринадцать стран, пять языков. Тринадцать стран, пять языков. Для меня это очень важно, что Светлана говорит, что вы не должны себя заставлять, чтобы не кушать. Для меня это больше, что я чувствую, чем что мой тело в этот момент. Для меня важно такой вопрос задавать себе. А что же я чувствую и что сейчас нужно моему телу в данный момент. И я доверяю, потому что тело нас ведет к этому состоянию. Это очень короткая история. Я счастлив и благодарен вам, что я могу быть здесь и если есть вопросы, буду рад ответить и буду рад пообщаться. Я хочу вам сказать, что как раз то, что я говорю ребятам, то, что говорит Гастон, это как раз о том, что в первую очередь нужно работать с собой, со своим сознанием, со своими чувствами. А еда это все вторичным. Я также поддерживаю эту идею. Я всегда рассказываю о том, что в первую очередь мы должны работать с нашим сознанием, с нашим сознанием, в любом случае. И еда это как вторая. Она придет. Потому что если мы будем только сидеть на голоде, то наша голова подготовится к какой-то аскезе, скорее всего. И тело пойдет в обратную сторону. И вы добьетесь только максимум. В лучшем случае это, конечно, какое-то кратковременное исцеление тела. Но не более того, если вы не будете прорабатывать голову, то осознание свое, для чего вам это, почему вы хотите жить именно так, то только в этом случае еда будет второстепенна. Если мы будем постараться к себе не ем, если мы не будь будем больше учиться, то что мы не обладем. И мы будем продолжать терять, чтобы у нас не ем. И в нашей голове будет собираться по-другому confessionу и мы сможем ещё следовать так, с самым болезнодором. И мы должны получать термористическое хол甲ем тело. Но если мы не работаем на биологии, то что мы можем обладать до его не ем. Что это похоже на то, что мы уже делаем? Расслeed, что мы должны уехать и мы должны уехать. Это как раз то, про что мы говорим, что это не бывает, что сегодня мы не кушаем, а завтра, послезавтра мы перешли и стали есть. Это как раз то, что говорит Гастон, что он шел к этому через эмоции, через свое чувствование 9 лет. И то, что я вам говорю, что молгут для него тоже есть, чуть больше 10 лет. Это как раз то, о чем мы говорим, что нужно в первую очередь идти к осознанию, к осознанности. Что мы хотим делать, для чего мы здесь находимся, что мы готовы отдать этому миру. И только после этого для нас становятся неактуальны какие-то вещи, как еда, например. Да, я хотела бы, чтобы Кастона что не отдавала. Да, я хотела бы, чтобы Кастона что не отдавала. Как говорит Светлана, наш дух хочет расширяться, он хочет освобождаться. И мы находимся в ментальных структурах. Мы как в ловушках наших убеждений, наших ментальных структур. Я родился в этой семье или в этой культуре. Я хочу делать вещи определенным способом, так и вот так. То есть наш дух хочет расширяться, но вот эти вот ментальные структуры, они как бы ему мешают, не дают расшириться. То есть для него наши эмоции, это когда наш дух встречается с этой ловушкой, с этой решеткой, в которой мы находимся. И вот через вот эти напряжения внутри эмоции, вот эти напряжения в этот момент, когда дух встречается с этой ловушкой и говорит, я здесь, я здесь, я хочу расшириться. И появляется эмоция. То есть эмоция как знак того, что дух хочет расшириться в этом месте. Если вы будете очень внимательны, вы поймете, что на все в жизни у нас есть две реакции. Либо мы сжимаемся, либо раскрываемся. То есть когда мы раскрываемся, это все о любви, это все о красоте, это все о спокойствии, и вот в этот момент нам спокойны. То есть главное, что же мне делать, когда есть напряжение вот здесь вот в теле, или здесь, или здесь напряжение от эмоций. То есть эмоции, они зажимают энергию вот этими зажимами в теле. Получается, когда я понимаю этот процесс, когда я его сознаю и освобождаю, у нас появляется больше места, и энергия начинает опять двигаться, возвращается движение полной энергии по телу. So, instead of waste energy in contraction of the day, I am nourishing myself because the energy is in flow. И вместо того, чтобы использовать, тратить энергию, которая на зажимы уходит от эмоций, появляется свобода внутри тела, и энергия начинает свободно двигаться, и вот эта энергия тело и питается. So, this is what I discover, that if I learn how to integrate the energy of the motion, for example, something here, instead of trying to put it out, I let the energy go till the end, this energy integrates in the system and starts to flow. И я изучил так, что когда у нас эмоция внутри, она зажимает, и вместо того, чтобы оттолкнуть этот зажим или эту эмоцию, мы, наоборот, ее интегрируем в тело, дадим этой эмоции прожиться и этой энергии прочувствоваться до конца, таким образом, что проходит вот это напряжение, и энергия, которая раньше зажималась в теле, она, наоборот, начинает свободно двигаться. То есть интеграция эмоций. So, now, before I am going to do something, it's like we have a meeting, that it is me, and this is my physical body, this is my mental body, and this is my emotional body. And we need to be all of us in accordance, all on the same decisions, in order to do one thing, one movement. So, as she said, sometimes, my emotional body feels like a little child that doesn't want to do things, but the men that say, let's go there, let's go there, and he's pushing the little Gaston. So, if the mental body is pulling the other part of myself, then I am going to do something. So, I can reach the goal, but the other part of me bring me back, because he says, could you take attention of me, the little Gaston, the little part. So, for me, as she said, it's not just trying to get, stop eating, for me it's how we can go all together, as a family, all the bodies, with my consciousness, my spirit, to one place and be together there. So, this is sustainable. So, for me, like I said, Svetlana, really, that for me, where to go, this is the agreement of these three bodies, three bodies, mental body, physical body, emotional body, and when they, through consciousness, and when they all are in a certain agreement, when they all are in one direction, and when they all are in one direction, these three bodies are in one direction, this is the path that will lead to a real result. Okay. Yeah. I would ещё хочу добавить то, что это здорово, что люди из разных стран, люди с разных уровков земли начинают рассказывать про то, как человек может собраться в самого себя, и что именно осознание себя, осознание, кто я есть, приводит к новому образу жизни, к новому образу жизни, но ни в коем случае не начинать с каких-то аскез и изголодания. Потому что сейчас очень много информации о том, как голодать, что нужно делать, почему если у вас что-то не получается, нужно идти дальше, и люди просто ломают свои тела, но я все-таки призываю к тому, что нужно идти через осознание, еда это всего лишь инструмент, которым вы можете пользоваться во благо самого себе. Так, сейчас много информации на том, как можно делать, как можно делать разные методы, но мы должны быть уважением на нашу жизнь, потому что мы должны быть уважением того и осознания, чтобы состояться за жизни, пока я не буду. И это здорово, что ты приехал к нам, это здорово, что тебя сейчас видели люди, что есть такие люди, и я такая не одна, и ты говоришь про те же самые вещи, которые редко кто озвучивает, к сожалению, что это нужно делать именно, когда ты возвращаешься к себе. Это так хорошо, что ты пришел сюда и вы shared the same idea, the same method, что ты должен быть осознанным, как ты занимаешься к себе, это самое важное, потому что это редко, если кто-то рассказывает о этих людей, рассказывает о том, что ты не делаешь, но ты также рассказываешь о том, что ты это сначала. So, important is, why I want to do this. Sometimes I ask people, why you would like to be autonome, why would you like to have this? I see a question, maybe I don't see. Why, why, why you would like to do this? Да, да, спасибо большое. Очень важно, чтобы мы задавали себе вопрос, а для чего, зачем я хочу быть автономом, для чего я иду по этому пути? And some people answer me, no, Gaston, when I am autonome, I'm going to have superpowers, and I can do this, like Superman. The people are going to look at me, invite me to retreats, and everybody is going to say, oh, the guru, or whatever, you know? And the most important thing, I'm not going to have all these emotions, and the most important thing, I'm not going to have all these emotions that I have when I am running, when I am autonom. I'm going to be in peace, relaxed, with a beautiful life, but I say, you can have all of this without pushing yourself to stop eating. Но я им говорю, что вы можете вообще все это приобрести, без того, чтобы заставлять себя не кушать. So be gentle, as she said, with your body, with your soul, with your emotions, and all the bodies are going to do the upgrade itself. Вам нужно быть очень нежными и очень заботливыми о своем теле, о своих эмоциях, о своей осознанности, и тогда тело сделает свою работу само по себе трансформацией. В его случае произошло так, что его ментальное тело сказало, что мы уже стали более осознанными. И тогда физическое тело подтянулось и сказало, а нам теперь нужно меньше кушать, поменять путь еды, потому что нам нужно интегрировать, нам нужно как бы подстроиться и перестроиться, потому что перестроилось ментальное уже и эмоциональное тело, и физическое тело сказало, а теперь я готова перестроиться. And one thing more is, you are going to have a lot of benefits, not only stop eating, you can have also better relationships with people, you can have more compassion, you can have more understanding of what's going on around you. И самое главное, что бонус не в том, что вы перестаете кушать, а тело сказало больше не нужно кушать, а в том, что меняются отношения с окружающими, мы становимся более милосердными к окружающему миру, становимся более счастливыми изнутри. Да, это именно как раз и то, что мы, что на определенном этапе нами управляют эмоции, и когда бывает, что приглашают куда-нибудь на какие-то встречи, на чьи-то ретриты, то очень много задает вопросов, а что вы нам покажете? То есть будете ли вы ходить через стены, будете ли вы ходить по воздуху, что-то, может быть, вы материализуете, какие способности бывают у человека, который приходит к праге. И это, наверное, не про вот эти способности, это как отложенная жизнь до понедельника, то есть если я буду пранаедом, то значит у меня появится вот это. Я сейчас подожду, я сейчас вот поголодаю, если я не умру, то стану пранаедом. Нет, ребят, это не про это. Нет, ребят. Это как раз про то, что вы начинаете жить эту жизнь, жить из состояния благости. Когда у вас нет хорошего и плохого, когда у вас нет белого и черного. Это как раз то, когда ваш мир, он полностью прекрасен таким, как он есть. Вы ничего не хотите в нем менять, вы ничего не хотите редактировать в нем. Вы просто в нем начинаете жить и этой благостью делиться каждый момент. Да. У нас скоро будет еще один эфир, буквально через два дня, второго числа, ребят, у вас будет эфир, мы его будем вести в прямом эфире, вы можете подготовить вопросы, мы будем с Гастоном точно так же, вы можете подготовить свои вопросы, можете написать заранее, либо присоединиться. Мы завтра уже сделаем анонс, какое-то будет время на какой-то будет площадке, и, конечно же, ждем ваших вопросов, ждем, чтобы вы присоединились и узнали немножечко больше. Может быть, это видео будут смотреть люди, которые не так хорошо знают эту историю, тут в словах, может быть, расскажешь, как от тебя начался этот путь. И какое место в твоем переходе заняло именно то сознание эмоций и своих установок, параллельно тому, что сказал Гастон. Ну, я начинала тогда, когда не знала ничего восстановления, то есть я не знала, кто такие. И есть ли вообще люди, которые живут на пране. В словах, может быть, расскажешь, как от тебя начался этот путь, и какое место в твоем переходе заняло именно то сознание эмоций и своих установок, параллельно тому, что сказал Гастон. Ну, я начинала тогда, когда не знала ничего восстановления, то есть я не знала, кто такие. И есть ли вообще люди, которые живут на пране. Я даже не знала таких людей, как сыроеды. Но у меня был такой недуг, как бракхиальная астма, гормонально зависимая. И она у меня дошла до такой степени, что я уже не могла дышать, ходить. И от меня отказались врачи. Вот. Первый мой этап, который меня сделал достаточно легкий мой образ жизни, это было сыроедение. На котором я пробыла порядка полгода, и после этого пришла к обычному питанию, что очень быстро меня вернуло к моим астматическим приступам. Ну, я не знаю, что это было. И когда у меня случился следующий такой мой заход в болезнь, чему я очень благодарна этой болезни. То я уже понимала, что сыроедение это мало. И нашла таких людей, которые живут без еды и без жидкости. Пообщалась немножечко с ними по интернету. И на следующий день я уже вышла на жизнь без еды и без жидкости на 9 дней. И через 9 дней я стала на лыжи. Для меня это был, конечно, фурор. На лыжи в первый раз. Нет, не в первый раз вообще, что я лежачая была. Да. Да. И после этого я пошла в изучение своего тела, в изучение своих возможностей. У меня этот путь, что я сейчас здесь нахожусь, занял примерно 10 лет. То есть я входила в голодание сначала. Я немножечко подтянула, исцелила свое тело. А потом начала изучать себя. Кто я есть? Для чего мне жить здесь? И таким способом, наверное, таким осознанием я пришла к состоянию, когда еда стала неинтересна. То есть она была неинтересна, неинтересна, неинтересна. Почему она делается в голодныхubee? И сейчас я ребятам говорю, что есть короткие состояния, когда вы находитесь без еды и без жидкости, которые исцеляют какое-либо ваше заболевание. Но если вы хотите другого образа жизни, другого качества жизни, то вы идёте сначала через осознание, через изучение себя, кто и есть. И потом у вас будет другой результат. И одним из результатов может быть отказ от еды. И я рассказываю много о том, что не having food, но если вы хотите идти к себе, то есть если вы хотите идти к себе постоянно, то вы должны начать с вашей осознание. Вы должны начать узнать, кто вы, где вы идёте. И, наверное, один день, когда они не едят, это будет как бонус. Наверное, не важно, но будет много других benefits of this. Интересно. Прекрасные представления. Если есть, наверное, у ребят вопросы, то можете позадавать. И, наверное, у вас есть, наверное, у вас есть Но я хотела спросить, вот Светлана много проводит премии в спортзале, да? То есть занимается. И наш гость тоже. Вот. Я раньше позанималась спортом, и сразу хотела сильно есть. Сейчас я выходит как бы еду. То есть, в любом случае, как нужно восполнять цепочную веру, если это нужно. Я уже ребятам рассказывала, что я знаю, что Светлана делает много спортзалов, и вы тоже делаете спортзалов. И женщина говорит, что когда она делает спортзал, после спортзал, она хочет ехать. Таким образом, как восстановить энергию мы используем. Мы используем, когда мы делаем спортзалов. Как восстановить энергию, и если мы должны это делать? Уже ребятам рассказывала, что это идёт не восполнять себя. Это идёт, когда ты идёшь в спортзал, у тебя, наоборот, столько энергии, что ты не можешь её держать в себе. Именно тебе нужно куда-то её раздать. Раздать людям, раздать через любовь, раздать через то, что ты несёшь, транслируешь. Ну и, конечно же, своё тело, оно обязательно должно быть в определённом физическом состоянии. Иначе тебя эта энергия, этим вибрациям просто убьёт. Таким образом, как я уже говорил, что когда вы идёшь в спортзалов, вы уже будете много энергии. И вы чувствуете, что нужно с людьми, с людьми, с людьми, с людьми. И это энергия, что вы будете делать в спортзалов. Потому что, это так много внутри тебя уже. Это так много вибрациям, что если вы не занимаетесь в спортзалов, это может вы не сможете выжать эту энергию. Для меня моё тело мне говорит, когда ты делаешь упражнение, ты как будто бы заряжаешься энергией. То есть, для меня вот этот способ, что пока я заряжаюсь, 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 здесь очень важно поймать момент. Что наступает момент, когда всё, зарядка как бы останавливается. И вот если вы продолжаете заниматься спортом или вот этой деятельностью, то наоборот начинает потребление энергии. So my body explained to me, we can do a triathlon, an Olympic triathlon. And I say, what? I say, just concentrate and go do the things and charge. Charge, charge, relax, breathe and do the things. Ты же моё тело однажды сказал, мы пойдём делать триатлон. Я ему сказал, что какой триатлон? Но оно говорит, идём, идём. И вот в момент, пока триатлон, там же бег, плавание и велосипед, по-моему. Он говорит, что делай, делай, пока это доставляет тебе удовольствие, пока ты чувствуешь, что ты заряжаешься, заряжаешься от этого процесса. And never was important to do it quickly, the triathlon. For me, it was important to do it and to finish. And I did it with 200 миллилитров orange juice. То есть для меня очень важно не на скорость это всё делать, а на состояние. И главное просто прийти к финишу. Прийти без того, чтобы торопить себя, без того, чтобы это на скорость делать. И вот то, что он делает этот триатлон, он делает это на 200 граммах апельсинового сока. Так что, например, триатлон – это 1,5 километра плавания, 40 километров бега и велосипеда, и 10 километров бега. То есть когда я делаю на велосипеде, у меня есть позитивный плюс и минус, так как мы все электромагнитные поля. И получается, что когда он двигает ногами, получается, что он как будто бы заряжает эту батарею изнутри, и это происходит с залеткой всего тела. То, что я понимаю, то, что мы электромагнитные двигатели. То есть все, что нам нужно, это нужно положить электроны внутри атом, чтобы они туда попали, и тогда атомы будут двигаться быстрее. То есть мы можем получать вот эту электричество, вот эту энергию мы можем получать пока тело переваривает пищу, либо мы можем получать через прану. Например, вот как растение, они фотоситруют в растениях, то есть они получают вот эту прану через то, что электроны попадают напрямую в атом. То есть спасибо таким людям, как Светлана, потому что глядя на вас, наш мозг как будто расширяется, раскрывается, и мы видим такую новую реальность. То есть благодаря тому, что мы видим, мы понимаем, ой, если это возможно для нее, если ее система смогла так адаптироваться и жить, то значит и мы тоже так можем, и мы соединяемся как бы своими делами. Мы начинаем в одном поле и начинаем резонировать, как бы обучаясь через ваше пространство, через то, как ваша система увидит, находясь рядом, мы как бы начинаем обучаться этому автоматически. Поэтому поэтому, когда мы встретились в фестивале, я очень любила, что гармония, которую она имеет в системе, она так красивая, так активная, так активная быть с ней. Вы знаете, вот почему, когда мы встретились в фестивале, я почувствовала столько красоты, столько гармонии внутри ее системы, и вот хочется находиться рядом, хочется быть рядом. Это не потому, что она нам даст такую энергию или зарядит нас чем-то. Да, то есть она просто своим внутренним состоянием, она дает нам такую ноту, аккорд, отправляет в наши гитары, и наши гитары начинают сонастраиваться, наши тела начинают автоматически сонастраиваться, сбалансироваться. Сонастраиваться с ее тональностью, ее тело, и происходит вот такая синхронизация. Камертон. 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 Камертон, да. Камертон, да. Благодарю за вот это вдохновение, которое Светлана дает нам. Привет, есть еще вопросы? Так что, как вы относитесь? Чуть погромче, чтобы вы слышите. Как вы относитесь к таким инструментам, как астрология, дизайн человека, нумерология? Это просто игрушка для мать или это тоже инструмент, как вы работаете с телом? What's your opinion? What's your connection with astrology, numerology, human design? This is like a tall toy for our mind, or is it some tool, really tool? Depends on you. So, I really love it. Because I am reading and getting information from different sources, and I always check what resonates and what not. So, when I read human design, or when I read also the enneagram, there are different types of understanding the human psyche and the human being in the whole. То есть, когда я читаю дизайн человека, или вот, знаете, китайские энеограммы, то есть, я понимаю, как будто приходит еще большая картина понимания человечества. И вот для меня это, чтобы понять, в какой группе я нахожусь, чтобы получить еще больший путь, чтобы узнать себя получше. И также, вот для меня это важно, что я вижу, что каждый из нас разным, каждый из нас имеет разную структуру, и это помогает мне еще больше принять каждого из нас не так, чтобы все должны быть как я, а то, что все люди разные. Я всегда люблю слушать новые вещи, но для меня очень важно чувствовать их, подходят они ко мне или нет, резонируют с моим телом или нет. Скажите, когда вы получили этот переход, какая была реакция вашего окружения, семьи, друзей? So, when the transition happened, you transition with food, what was the society reaction about your friends, about your family? Very good question. For my transition, I didn't say to anybody anything. It was a secret. Because I knew that if I tell this, the people are going to feel fear, and their fear is going to do like a guitar, and I am going to be out of balance myself. And I understand that when we change the way of taking food in our life, the society is based on sharing food, Christmas, birthday, 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 birthday. И я понимал, что если мы отказываемся от еды, но наше общество все построено на том, чтобы через еду делиться любовью, собираться с семьей и для нас это как будто любовь получается от близких. So, because I felt so aligned in what I was doing, I continued going to the restaurant, to the parties, to eat asado, barbecue in Argentina, share with friends, putting them the wine, cutting the meat, but here it's only drinking water or shoes. То есть, я понимал, что это очень важно в обществе находиться. И понимал, что мы делимся любовью таким образом. Я продолжал ходить в рестораны, на барбекю, резал мясо, наливал всем вино, но сам при этом только пил соки или водичку. То есть, я никогда не обрубал отношения с близкими через то, что мы не будем больше есть вместе. Потому что, чтобы они не увидели никаких изменений, Гастон оставался прежним. Он оставался тем же самым Гастоном. And I never touched them, because they are eating. I am saying, are you happy? You want more wine? You want more? I am always connecting people. I don't feel different. То есть, я никогда не чувствовал себя различным от них, я никогда не отсоединялся от них, никогда их не осуждал. То есть, я всегда ему говорил, ты счастлив? Тебе может быть еще длина подлить, еще мясо дать кусочек. То есть, я всегда был, наоборот, в соединении с ними и никогда не закрывался от них, говоря, что я другой. And I never preached about franity or this way. I am just always hugging people with love. And they start to ask, how do you do this? Could you share me more? То есть, я никогда не был таким священником, никогда не читал проповеди людям по поводу праны. То есть, я всегда их обнимал с любовью. И они просто однажды начали спрашивать, а что с тобой происходит? Что ты делаешь? And some people tell me, because I see you, that you are so relaxed and everything is so good, I am starting to question myself, if I have to eat so much or not. То есть, они начали говорить, я смотрю, что ты выглядишь прекрасно, ты счастлив, ты делаешь то, что происходит в твоей жизни, тоже все хорошо. И люди говорят, ой, а я начал уже и себя спрашивать, а может быть, я слишком много ем? So, just for answering your question, for us it's important to keep the connection with people, because a lot of times we feel different, and we feel separate, and this is a very painful situation for us, ourself. Отвечая на ваш вопрос, самое важное, это сохранить взаимосвязь с окружающим миром, сохранить вот этот контакт, потому что очень часто мы себя чувствуем другими, мы себя чувствуем разделенными с миром, и вот это очень болезненно для нас, поэтому это очень важно, сохранить взаимоотношения. И для моей мамы, хотя я делала это 10 лет назад, я всегда приезжала домой, и она сказала, что с этой диетой, бы ты любишь что-нибудь съесть? Хотя он уже 9 лет на этой пути, каждый раз, когда он приходит к маме, она ему все время спрашивает, а ты все еще на этой диете, а может быть тебе дать что-нибудь покушать? Она сказала, что мы в Крисмассе, ты можешь ехать немного. Ну мы же у нас Рождество, ну поешь хоть немножечко Рождество. И я сказала, спасибо, мама, за вашу любовь, я беру всю всю свою любовь, я очень рада, что ты получаешь всю свою любовь, но я не нужна эта пища. Мама, спасибо тебе большое, спасибо за всю любовь, которую ты вот через эту еду хочешь мне подарить, спасибо, я ее принимаю, принимаю полностью, но вот у меня уже есть эта любовь, мне вот не нужна еду, которую ты мне отдаешь. И я говорю, как ты меня видишь, я такой вот сухоженный весь, или нет, или другого? То есть она говорит, нет, нет, ты в порядке, все хорошо, и он говорит, да-да, мне тоже, у меня все хорошо, спасибо, мама. Да, это когда приезжаешь к родственникам, особенно когда приезжают любимые сестренки, и у них огромная семья, и садишься, она говорит, давай я тебе хотя бы стакан поставлю. Светлана говорит, у нас есть еще время на буквально один вопрос. Светлана говорит, у меня не вопрос, у меня благодарность, что ты рассказала о моменте разговора с собой через ментальное, эмоциональное тело, само физическое тело, и это очень облегчает анализ ситуации, и в твоем присутствии хочется держать спину прямо, думать о высоком, и любить о себе. Это не вопрос, это некрасиво, чтобы ты рассказала, как ты делаешь диалог с тобой, как ты делаешь, и это приводит все очевидно. И когда я вижу тебя, я хочу также взять мою репостюм, как ты, как ты, спасибо, и это приводит... И когда мы видим вас, спасибо за просмотр, что мы думаем о высоких вещах, о сознании, о любом и обеспечении все эти... И как поговорить себе, как сказать вам о маме? Спасибо за просмотр, как говорится о маме. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо за любовь. Спасибо за вашу любовь. Спасибо за вашу обеспечению. Я рада быть доступны для вопросов. Если у вас будут еще какие-то вопросы, у нас есть телеграм-группа, созданная специально для русскоязычных. В России новая телеграм-группа. Поэтому мы хотим здесь, чтобы тоже была бы еще одна семья, которая разделяет осознанность, осознанное чувствование. Да, мы обязательно прикрепим ссылку Гастона на его контакты. Если кому-то интересно, то, конечно, с удовольствием присоединяйтесь. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр! I will show you guys All of us Вот они мы И наш ретрит уже сегодня Заканчивается И 2 ноября уже Мы продолжим снова Слушать про Гастона И Светлану Готовьте ваши вопросы И присылайте наши телеграм-каналы Конечно же, прекрасная фея Ольга Благодарим И спасибо, Ольга Благодарю Спасибо Спасибо Спасибо, она делает все с любовью С открытым сердцем Мы готовы делиться Поэтому он рад, что Спасибо 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 Спасибо, что вы делаете Спасибо, что вы делаете